Дело в том, что госпожа Сассан сейчас ведет своего рода борьбу с некоторыми учеными по поводу такого понятия, как глобализация социальности. Дело в том, что госпожа Сассан хотела бы привести такие примеры, как недавние весенние революции в арабских странах, таких как Египет, Тунис, Ливия, которая продолжается до сих пор. Также она хочет упомянуть такой факт, как недавняя проблемная ситуация на Уолл-стрит в Нью-Йорке. И также она имеет в виду, что именно это и являются самыми главными проявлениями глобализации, именно социального аспекта глобализации, который не все до конца еще понимают. Дело в том, что это глобализация социального аспекта глобализации социального аспекта глобализации. Первая проблема с социальной глобализацией заключается в том, что люди еще не до конца как раз понимают смысл этого феномена, а с другой стороны вторая проблема заключается именно как раз в этих переворотах, которые происходят по всему миру. То есть в Лондоне, на Уолл-стрит в Нью-Йорке, в Ливии, в Тель-Авиве... В Тунисе, в Египте, в Египте и других регионах, именно это сейчас является основной частью социального аспекта глобализации. Дело в том, что сейчас в рамках как раз той же глобализации существует плюролей изменений по поводу того, что же такое социальный потек в глобализации, и люди могут видеть их. К сожалению, у нас не так много времени, но я очень хочу задать один вопрос по поводу моногородов. У нас в Нижегородской области, вообще в России, много моногородов. Можете уже перевести чуть-чуть? Она очень интересна в одну вопрос. Я думаю, что есть много моно-ситес, так называемых моно-ситес. Моно-ситес? Моно-ситес. Что это моно-ситес? Сейчас объясню. Это города, у которых есть одно городообразующее предприятие. Большой завод. Большой завод. Большой завод. Моно-ситес. Это в городе, где есть только один завод, вокруг которого город будет организован. Например, просто... Моно-ситес. Или стиль. Да. И, может быть, сетей в грязи, например, в борьбе. Это в нашей регионах. И так как наша экономика... Раньше у нас был СССР, теперь Российская Федерация, экономика изменилась, ушла от планов. И теперь некоторые эти предприятия находятся на грани банкротства. Ну, просто не так востребованы. И люди там остались и не знают, где работать. Вот мы сейчас ищем поиск выхода из этой ситуации. Мне известно, что в США тоже есть много похожих городов, которые буквально люди оставляли. Они там пустые стоят, целые города. Вот ищете ли вы решение этой проблемы и какое? Да. Я думаю, что сейчас эти моно-ситесы, так называемые моно-ситесы, просто на расстоянии к коллапсу. Их планы, которые находятся там. И люди не имеют достаточно места, чтобы работать. Поэтому она знает, что в США также есть такие проблемы. И есть много таких городов. Но, по-другому, есть много таких моно-ситес, которые были оставлены. И никто там живет. И она просто спросит о вашей опыте, в том числе, принимая эти проблемы. Ну, это огромный вопрос. Также в Германии. В любых местах, которые имеют эти моно-ситесы, это в риск. Это не обязательно происходит. Дело в том, что это проблема для всего мира. В частности, в Германии все территории, на которых есть данные моно-города, находятся под риском. Риск, в первую очередь, для людей, которые могут потерять работу. В моем стране, в Недерландии, очень-очень маленького страны, нет такого типа, как оборудованного города. Есть моно-ситесы, но они будут менять, потому что они не могут заработать это. А в США они не любят. Дело в том, что на родине госпожи Саскин, в Нидерландах, нет вообще такой проблемы. Такая проблема не существует, потому что территория очень маленькая, и тратить ее на какие-то моно-города не представляется возможным. Более того, там разные плотины строятся, которые... Территория буквально отвоевывается. А в США вообще не заботится об этом. Территорий много, и поэтому моно-города существует до сих пор. Спасибо большое. Извините, у нас очень мало времени. Меня торопят коллеги. Хотя тема действительно очень интересная. Переводите. Спасибо большое. Только для вашей внимания. Мы не имеем много времени. Да, да. Спасибо большое. Ну что ж, что мы вынесли из этого? По всему миру существуют сейчас одни и те же проблемы, и будет очень здорово, если мы из Германии, из США, из Великобритании все объединимся и будем совместно их решать, потому что это один из плюсов глобализации. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал.